Доброе утро! Доброе утро всем, кто уже присоединился к нашему сегодняшнему вебинару. Надеюсь, оно у всех доброе, а если нет, то своим хорошим настроением мы попробуем исправить. Итак, меня зовут Людмила Гузычко, я национальный тренер компании Philips. Тема сегодняшнего нашего вебинара – фотоэпиляторы Philips Lumia и ответы дерматолога на ваши вопросы. Тема фотоэпиляторы, собственно, очень женская. Это продукт для женщин. И так как это продукт для женщин, тема актуальна именно в преддверии весны, в преддверии женского весеннего праздника 8 марта. Также эта тема еще и актуальна для нас с вами, как сотрудников компании Philips, потому что фотоэпиляторы – это чемпионская категория. И все мы знаем, что чемпионы для нас в самом большом приоритете. И именно от продажи чемпионских продуктов мы с вами имеем хорошую прибыль. Сегодняшний наш вебинар будет состоять из двух частей. Первую часть проведу я и расскажу непосредственно про наш продукт, про фотоэпиляторы Lumia. Расскажу про их функции, про их особенности, про основные технологии. А также мы с вами рассмотрим модельный ряд фотоэпиляторов. Во второй части к нам присоединится дерматолог Оксана Клименко. Она дерматолог и онколог, которая ответит на вопросы, касающиеся фотоэпиляции и развеет все страхи и сомнения по этому поводу. Вы наверняка помните, не так давно через ваших тренеров мы собирали информацию. Мы спрашивали у вас, какие вопросы у вас есть к герматологу по фотоэпиляторам, какие вопросы вам задают покупатели, которые приходят за фотоэпиляторами. И в результате мы собрали очень большое количество, там порядка 30 вопросов от вас к дерматологу. И сегодня как раз во второй части, дождитесь ее, пожалуйста, вы получите все ответы на все эти вопросы, которые у вас были. Еще хочу вам сказать, что если в процессе нашего сегодняшнего вебинара у вас возникнут какие-то вопросы, и в частности к дерматологу вы также их можете задать. Те, кто первый раз на нашем вебинаре, спросите, как же задавать эти вопросы. Если вы посмотрите на картинку, видео, пролистнете немножко вниз, вы увидите три синих кнопочки. Вопросы, реплики и проблемы. Если у вас появляется какой-то вопрос, вы в поле, нажимая кнопку «Вопрос», появляется поле, и вы там пишете свой вопрос. Если у вас просто какая-то реплика, типа «Вау, круто, мне все нравится», вы можете написать это в поле «Реплика». Если у вас какие-то технические проблемы, например, пропало видео, что-то тормозит, вы перестали нас слышать, пожалуйста, пишите в чате для проблем, и наши операторы постараются вам помочь и исправить эту проблему. Собственно, организационные моменты все рассказала, план нашего тренинга вам понятен. Переходим непосредственно к слайдам. Хочу начать со статистики. В прошлом году, в конце прошлого года, было проведено в Украине очень масштабное исследование женщин, где женщин спрашивали про эпиляцию, про фотоэпиляцию, про способы удаления волос. То есть изучали вопрос, как же женщины, проблемы удаления волос с женщинами. И некоторыми результатами этого исследования, самыми основными, я хочу с вами поделиться. Вот если вы посмотрите верхнюю часть слайда, то увидите, что частота выдаления волос с женщинами Украины – это 54%. То есть 54% женщин в Украине удаляют волосы раз в неделю, а некоторые и чаще. Это говорит о том, что многие женщины, больше половины женщин в Украине, процедуры удаления волос занимаются один, два или даже три раза в неделю. Если мы спросим этих женщин, нравится ли им это, и хотели бы они это делать реже, конечно же, вопрос будет очевиден. Какая бы женщина не хотела избавиться от этого навсегда и больше не прибегать к различным способам удаления волос. То есть достаточно много женщин делает это очень часто. Если мы спросим у женщин, какие зоны, в каких зонах они чаще всего удаляют волосы, а у вас это картинка, где женщина нарисована, и указаны зоны. Мы видим, что все, на всех участках тела женщины хотят удалять нежелательные волосы, ну, кроме только волос на голове. Здесь, конечно, женщины свои волосы берегут, лелеют, заботятся о них. Но на всех остальных участках, кроме волос на голове, женщины их удаляют. Если мы спросили у женщин, когда мы спросили у женщин, где они больше предпочитают делать процедуру эпиляции, то 80% женщин отдают предпочтение домашним процедурам. То есть практически все женщины, 84% это такое массовое большинство, предпочитают делать эпиляцию в комфортных, домашних, привычных условиях. Что это говорит для нас? Почему я вам это рассказываю? Это, ну, собственно, та проблематика, которую мы имеем, реальная картина в Украине с женщинами и удалением волос. Что женщины удаляют волосы достаточно часто и хотели бы делать это реже. Женщины хотят удалять волосы на большинстве участков своего тела и хотят это делать дома в комфортных, привычных условиях. Если я спрошу вас, какой прибор для этих женщин мы можем порекомендовать, я думаю, что вы мне ответите, что, конечно же, фотоэпиляторы Lumia от Philips, потому что как раз эти приборы и отвечают полностью и потребностям украинских женщин. Но женщины, если фотоэпиляция такая прекрасная штука, то почему же мы о ней говорим, почему же еще все не обзавелись этими фотоэпиляторами. Давайте смотреть дальше. Знают ли женщины в Украине о фотоэпиляции? Как показывает исследование, да, 89% женщин про фотоэпиляцию знают. И даже скажу вам больше, что 42% женщин, это практически половина, даже рассматривают фотоэпилятор к покупке. То есть они этим хотят купить этот прибор, но почему-то не покупают, почему-то еще его не купили. Если начать разбираться, почему, выплывают основные барьеры в покупке фотоэпиляторов. Что это за барьеры? То есть женщинам нужен этот прибор, они уже даже хотят его купить, но что-то их останавливает. Останавливает, собственно, и в большинстве случаев недостаточность информации об этом приборе. То есть они понимают, что да, есть классная штука фотоэпилятор, но я не понимаю, что это, как оно работает, безопасен ли он, не повредит ли он моей коже. То есть у женщин есть ряд каких-то опасений, каких-то барьеров. Если рассмотреть подробнее, то многие женщины, вот есть еще стереотипы, стереотипы, которых еще достаточно много относительно этого способа фотоэпиляции. Многие женщины переживают про раздражение кожи, что фотоэпилятор будет каким-то образом негативно влиять на их кожу. Боятся ожогов, что это больно, и могут остаться, помимо неприятных ощущений, еще остаться какие-то следы на теле. Переживают, что, так как не понимают эту технологию, не понимают этот прибор, что могут быть какие-то облучения, и непонятно, какие последствия этого облучения. И также из основных переживаний, стереотипов женщин, это то, что фотоэпиляторы могут вызывать рак кожи. Но тут есть положительный момент. Если несколько лет назад мнение о том, что фотоэпиляторы приводят к раку кожи, было на первом месте, то сейчас это уже не есть главным барьером, то есть он еще остается, но наша просветительская работа, реклама, информация в интернете, она помогла женщинам снизить этот порог страхов по этому поводу. Если посмотреть, что же важно для женщин в фотоэпиляторах, то мы увидим, что на первом месте самым большим процентом это то, что это прибор для использования в домашних условиях. Все-таки женщинам важно делать это в домашних, комфортных, привычных условиях, без каких-то дополнительных выездов в салоны или еще куда-то. Поэтому на первом месте то, что это прибор подходит для индивидуального использования дома. Также для женщин очень важны функции, умные функции, которые присутствуют в фотоэпиляторах. Например, то, что фотоэпиляторы, они могут автоматически подбирать необходимую интенсивность в соответствии с цветом кожи. Важно для женщин также наличие насадок, всех необходимых для того, чтобы проводить фотоэпиляцию на разных участках тела. Как мы видели, женщины практически на всем теле удаляют волосы. То, что есть ультрафиолетовые фильтры, которые защищают кожу, то есть функции, которые предотвращают какие-то неприятные моменты, которые оберегают женщин от нежелательных вспышек или от ожогов. То есть все эти функции очень важны для женщин. Если вы посмотрите на стоимость, то, да, стоимость для многих важна, но она не занимает первое место. То есть мы знаем, что продукт наш не дешевый, фотоэпиляторы достаточно дорогостоящие, но тем не менее, как бы для женщин цена вопроса не так уж и высока. То есть для многих женщин есть более важные, приоритетные характеристики в фотоэпиляторах, нежели цена. Поэтому не бойтесь, я призываю вас не бояться цены, и, собственно, эти исследования я вам и показываю для того, чтобы вы поняли, что женщинам нужен этот прибор, что они, многие из них уже готовы его приобрести, и, собственно, нам есть что предложить. И наш вебинар сегодняшний, его как раз направленность на то, чтобы вас максимально подготовить к продаже фотоэпиляторов, чтобы вы были настолько вооружены до зубов все необходимые информации, знали ответы на любые вопросы. И когда к вам в магазин придет эта женщина, которая уже где-то знает, интересовалась и в глубине души очень его хочет купить, дав ответы, хорошо ее проконсультировав, дав ответы на все ее стереотипы, на все ее предубеждения и опасения, вы ей просто не оставите шанса уйти из вашего магазина без фотоэпилятора. Поэтому давайте внимательно слушать, изучать вопрос и классно продавать фотоэпиляторы, разрушая все те барьеры, которые есть. Скажу вам еще, что все страхи женщин Украины, они очень соотносятся с теми вопросами, которые прислали вы. То есть можно сказать, что у всех нас, у всех нас женщин, которые интересуются этой темой, по сути одни и те же вопросы, у нас волнуют одни и те же темы. И это очень хорошо, потому что сегодня вы, получив ответы на эти вопросы, будете себя чувствовать уверенно. Я думаю, что многие из вас, кто еще не приобрел себе фотоэпилятор, тоже задумаются об этом чудесном приборе. И, конечно же, сможете с легкостью продавать эти продукты. Когда женщины приходят к нам в магазин, к вам в магазин, что для них важно? Да, вот если выделить таких топ-3 критерия выбора фотоэпилятора, то, конечно же, на первом месте у них безопасность. Этот прибор должен быть максимально безопасен. Также для женщин важна продолжительность эффекта. То есть, да, женщин, если я делаю, удаляю волосы раз в неделю, то мне бы хотелось сделать это как можно реже. Поэтому очень важно, чтобы от фотоэпилятора был долгосрочный эффект, и я как можно реже потом прибегала к последующим процедурам удаления волос. И также для женщин важно, чтобы фотоэпилятор подходил для удаления волос на всех участках тела. Филипс. Филипс есть что предложить. У нас есть фотоэпиляторы, инновационная разработка, которые являются профессиональным и безопасным решением для домашнего использования. Фотоэпиляция – это метод, который используется очень давно. Но, как правило, он использовался только в салонах. Компания Филипс адаптировала технологию IPL для домашнего использования, и теперь эта технология присутствует в небольшом приборе, который любая женщина может вполне безопасно использовать у себя дома и избавляться от нежелательных волос. Что касается безопасности, то эти приборы 100% безопасны. И это доказано, потому что домашние фотоэпиляторы на рынке уже давно, более 14 лет проводились углубленные исследования, и все ведущие терматологи, ведущие научные сотрудники мира, они подтверждают безопасность и эффективность фотоэпиляторов, и никаких предостережений, в плане, что это действительно безопасные приборы для домашнего использования. И также фотоэпиляторы, то, что важно для женщин, они очень эффективны, что касается продолжительности эффекта. После трех процедур уже волосы, рост волос сокращается на 92%. Это практически волосы уже перестают расти после того, как вы сделаете всего лишь 3-4 процедуры. И когда женщина пройдет весь курс процедур, а это составляет порядка 12 процедур, то волосы не будут ее беспокоить, нежелательные волосы, уже в течение 6 месяцев. Представляете себе, 6 месяцев вообще не переживать о том, что где-то что-то ненужное растет, но это просто фантастика, я думаю, для многих женщин. Итак, как же это происходит? Как работает технология IPL? В основе наших фотоэпиляторов Philips Lumia лежит технология IPL, это технология интенсивного импульсного света. Что происходит? Фотоэпилятор генерирует вспышку, которая влияет на корень волоса, а точнее на меланин в этом корне волоса. Что такое меланин? Это пигмент, который окрашивает наши волосы в определенный цвет. У кого волосы русые, каштановые, черные, значит в волосах много этого пигмента меланина. У кого, кто блондин или там волосы рыжие или седые, в этих волосах, в типах волос не присутствует меланин, меланина нет. Собственно, вспышка вот эта, она как раз и реагирует на этот темный цвет в волосах, на меланин. Поэтому фотоэпиляция как раз будет эффективна для женщин с каштановыми, русыми, там темным цветом волос. К сожалению, для блондинок, рыжих и седых, этот способ не очень, ну, не будет эффективен. Как происходит процесс? Вспышка, корень волоса, вот этот темный пигмент, он интенсивно поглощает свет, из-за чего прекращается рост этого волоска. И между процедурами волоски выпадают естественным путем, и их последующий рост уже в дальнейшем замедляется или даже прекращается. Поэтому никаких, во время процедуры вы не испытываете никаких ощущений, кроме такого приятного тепла, а уже через, там, неделю после первой процедуры, там, или после второй, вы начнете замечать, что волоски выпали и уже больше не растут. Для того, чтобы эффект от фотоэпиляции закрепился, нужно делать несколько процедур. Первые процедуры по рекомендации, это прописано очень подробно в наших инструкциях, нужно сделать первые четыре процедуры с интервалом в две недели. Женщина купила фотоэпилятор, сделала первый раз фотоэпиляцию и отметила это в календаре. Потом через две недели она повторила процедуру, еще через две недели снова и еще через две недели. То есть в течение двух месяцев женщина каждые две недели проводит фотоэпиляцию тех зон, где ей хочется избавиться от нежелательных волос. После четырех процедур волосы практически на теле пропадут. Потом нужно будет проводить раз в четыре или раз в восемь недель, ну то есть раз в месяц или раз в два месяца, поддерживающие процедуры, для того, чтобы повторный рост волос не возобновился. Вы скажете, ну почему так? Если волосы выпали, это фотовспышка, меланин в корне волос вобрал эту вспышку, зачем же так часто повторять, если волосы уже не растут? Это повторение этих процедур необходимо, потому что фотоэпилятор, он замедляет рост волос, но он не прекращает его. И волосы, они имеют несколько фаз роста. Фотоэпилятор, он может нейтрализовать рост, только волоска, которые находятся в активной фазе роста, когда луковица сформирована и волосок готов прорастать. Когда волосок находится в спящей стадии, в глубокой стадии сна, он, фотовспышка для него неэффективна. И вот вы сделали четыре процедуры. Для тех волосков, которые уже готовы были вырасти, она эффективна, волосы выпали, и их рост замедлился. Но вот тут через месяц или через два какой-то ваш глубоко спящий волосок решил проснуться. И вы повторяющимися процедурами его также поймали и также нейтрализовали, замедлили его рост. То есть вот таким вот образом нужно несколько процедур, чтобы рост волос замедлился, волоски перестали расти. Секундочку, какие-то у нас тут технические моменты. Может, мы сделаем перерекцию? Все хорошо? Да. Поэтому первые четыре процедуры с интервалом в две недели нужно провести женщине. Волосы выпали естественным путем, их рост замедлился, и потом раз в месяц или раз в два месяца нужно проводить поддерживающие процедуры в зависимости уже от индивидуального роста волос, чтобы этот рост не возобновлялся. Если рассмотреть подробнее, кому же подходят, а кому не подходят фотоэпиляторы, это можно увидеть на следующем слайде. Значит, фотоэпиляторы будут эффективны только для светлокожих и смуглых женщин. То есть для очень темной кожи, видите, вот пятый кружочек с такой черной практически, черного цвета, вот для такого оттенка кожи фотоэпилятор использовать нельзя. Также фотоэпиляторы не будут эффективны для женщин, у которых волосы белые, от природы до блондинок, рыжих или седых волос. По той причине, как я уже сказала, что в этом цвете волос не содержится меланин, и, соответственно, фото вспышка она не идентифицирует, она не видит этот волосок, так как он светлый. Для всех остальных, кто имеет светлую или смуглую кожу, фотоэпиляторы подходят. И для всех темных волос и каштановых, русых, ну, как правило, в Украине, для большинства женщин в Украине, которые темноволосые и светлокожие, то фотоэпиляторы очень, очень-очень даже подходят. Если мы посмотрим на следующий слайд, то здесь показано, как уменьшается рост волос, количество волос на теле в зависимости от количества проведенных процедур. То есть волосы на первом этапе растут, как обычно, после первой процедуры их становится значительно меньше, после второй и третьей и на четвертую процедуру их уже практически не остается. То есть волосы перестают расти, просто нужно делать периодически повторяющиеся процедуры для того, чтобы рост волос не возобновился. Зоны застосования. Как мы помним, женщины удаляют волосы практически на всех участках тела, и в наших фотоэпиляторах также есть насадки, которые позволяют им это делать. И насадки, и что касается времени. Для того, чтобы сделать фотоэпиляцию на ногах, вот голени от колена до пяток, до ступни, это уходит где-то 8,5 минут. Для того, чтобы сделать фотоэпиляцию на лице, это где-то занимает 1,5 минуты. Если в зоне бикини, около 2 минут, и под мышками также 1,5 минуты. То есть если сложить все эти минуты, мы увидим, что для того, чтобы сделать фотоэпиляцию всего тела, женщине понадобится всего лишь 15-20 минут для одной процедуры. То есть ей не надо ехать никуда в салон, заранее бронировать там место, не тратить время на дорогу, а просто выделить себе 15-20 минут для того, чтобы провести эту процедуру. То есть достаточно быстро, им удобно и комфортно. Что касается самой лампы в фотоэпиляторах и срока ее работы. Я знаю, что многие из вас спрашивают, и вас, покупатели, задают вопрос, а как же там фотоспышку дает лампа? Понятно, что эта лампа как-то может выйти из строя, как же ее менять, и насколько ее хватает, так как прибор достаточно дорогостоящий. Во всех фотоэпиляторах Philips срок работы лампы, ее ресурс, рассчитан на весь срок службы прибора. Лампа здесь не является расходным материалом. Она рассчитана на 250 тысяч вспышек, что позволяет пользоваться фотоэпилятором одной женщине в течение 20 лет. Ну, то есть практически на всю жизнь вам будет вполне достаточно фотоэпилятора, чтобы избавиться от волос на всю жизнь, ну, делая там поддерживающие процедуры. Как вывели, да, вот как мы поняли, что этих 250 вспышек хватит на 20 лет, и как женщине, увидя, да, там рекламу или увидя эту надпись 250 вспышек, как ей понять, это много или мало? Я пользуюсь фотоэпилятором Philips, и мне тоже было интересно, сколько вспышек уходит на одну процедуру. Я примерно посчитала, что, ну, если делать все тело, то это там порядка 300 вспышек на одну процедуру. Ну, как мы знаем, тела бывают разные. Кто, у кого-то площадь тела больше, у кого-то площадь тела меньше. Ну, даже если мы допустим, что это 500 вспышек на одну процедуру, то, как бы, 250 хватит на 20 лет или даже на большее количество. Ну, то есть я вам говорю это для того, чтобы вы понимали, что ресурсы лампы для преиспользования одним человеком, а это продукты личного пользования, продукты индивидуальной гигиены, им должен пользоваться, и это бытовой продукт, бытовой прибор, поэтому он рассчитан на одну женщину, и одна женщина может спокойно им пользоваться в течение минимум 20 лет, избавиться от всех нежелательных волос. 20 лет – это мы говорим про ресурс лампы. Это мы говорим про то, что, купив фотоэпилятор, мне не нужно будет ничего в нем менять. Я им пользуюсь, пока уже он не живет себя. А есть еще отдельно – это гарантия. Гарантия на наши фотоэпиляторы – это два года, как и на всю нашу продукцию. Но еще есть приятная новость касательно гарантии, что на наши фотоэпиляторы есть дополнительный год гарантии при условии регистрации на сайте. Поэтому на фотоэпиляторы в этом году каждый покупатель может получить целых три года гарантии. Если мы подробнее рассмотрим технологии, которые есть в наших фотоэпиляторах, и помним, что для женщин важны различные смарт-функции, те, которые будут защищать их кожу в процессе фотоэпиляции, то у нас есть, в наших фотоэпиляторах, есть сенсор, который называется Smart Skin. Этот сенсор помогает подобрать оптимальные настройки для каждой женщины в зависимости от ее цвета кожи. Покажу вам, как это работает. Когда мы включаем фотоэпилятор, ну вот если мы на него посмотрим, мы видим здесь пять режимов интенсивности. Мы можем их переключать самостоятельно с помощью стрелочек, а можем выбрать, если я, к примеру, первый раз пользуюсь фотоэпилятором, и я не знаю, на каком режиме, тут целых пять режимов. Как мне понять, какой нужно использовать? А я же боюсь ожогов, я боюсь, чтобы у меня не остались какие-нибудь шрамы после фотоэпиляции. Поэтому я выбираю кнопочку поиск, то есть вначале мне нужно приставить, вот напряжать к руке и нажать кнопочку поиск. Все эти пять интенсивностей начинают мигать, фотоэпилятор подбирает нужный режим и выдает мне результат. То есть мигает тот режим, который мне рекомендуется, на котором мне рекомендуется делать фотоэпиляцию. То есть у меня светлая кожа, поэтому для светлой кожи режим должен быть максимальный. Если кожа темная, чем темнее кожа, тем интенсивность фотоэпилятора должна быть меньше. Я, если я согласна с предложением фотоэпилятора, я нажимаю кнопочку подтверждения и дальше провожу процедуру уже на этой пятой интенсивности. Но также есть рекомендации, есть после загара, или для тех, кто пользуется там автозагаром, что если ваш цвет кожи изменился, к примеру, в конце лета, когда вы интенсивно загорали на пляже, то рекомендуется перепроверить ваш цвет кожи, чтобы фотоэпилятор снова вам порекомендовал нужен, или самостоятельно уменьшить интенсивность, чтобы не было неприятных ощущений. Что касается насадок, мы помним, что насадки важны для женщин, так как многие из них хотят делать фотоэпиляцию на разных участках тела. В наших фотоэпиляторах также есть все эти необходимые насадки. Насадка для бикини. На этих насадках также есть обозначение, поэтому без труда можно понять, какая насадка для чего предназначена. Эта насадка, она имеет специальный фильтр, потому что волосы в зоне бикини, как правило, более темные и более жесткие. Чтобы фотоэпиляция была максимально эффективна, эта насадка оснащена специальным фильтром, который делает в этих зонах фотоэпиляцию максимально эффективной. Насадка для удаления волос подмышками. Она также еще и выгнута, для того, чтобы лучше добраться до этих труднодоступных мест. И также предназначена, имеет специальную, правильную длину волны, чтобы эффективно удалять волосы в подмышечной зоне. Насадка для лица. Она меньшего размера, кошечка меньшего размера, 2 квадратных сантиметра, и она имеет дополнительный ультрафиолетовый фильтр, который защищает кожу и который делает длину волны вспышки как раз на том уровне, где залегают луковицы волос, для того, чтобы фотоэпилятор был эффективен и максимально качественно избавлял от волос. Ну и насадка для тела. Она имеет самую большую площадь, окошко 4,1 квадратных сантиметра, и подходит для участков тела, таких как ноги, руки, ну и кто там, что еще эпилирует, то есть для всех больших участков. В фотоэпиляторах серии «Престиж» в нашем премиальном сегменте 956, 956 есть все эти насадки. В остальных фотоэпиляторах, в зависимости от модели, эти насадки присутствуют или отсутствуют. Если посмотреть на модельный ряд «Люмея Престиж», это две наши топовые модели 956 и 950, что есть в этих фотоэпиляторах? То есть в большинстве своем они похожи, имеют 5 интенсивностей для разных типов кожи, также есть во всех наших эпиляторах есть функция точечных вспышек и есть функция автоматических вспышек, что имеется в виду. Когда мне нужно сделать какой-то, ну, фотоэпиляцию в труднодоступном участке, не знаю, там, в зоне бикини или в подмышечной зоне, где мне нужно, или там на зоне коленей, к примеру, где тяжело подобраться, ну, там, косточки мешают плотно, чтобы фотоэпилятор начал плотно прилегать к коже, то я могу выбрать точечные вспышки, вспышка будет срабатывать только тогда, когда я нажимаю на кнопку. Но если мы переходим к фотоэпиляции больших, гладких, ровных зон, таких, как ноги, например, я могу зажать эту кнопку, и вспышка будет подаваться, каждая вспышка будет подаваться автоматически через несколько секунд. Мне всего лишь нужно будет переставлять с одной зоны на следующую, чтобы не нажимать, не делать лишних телодвижений. Насадки. В фотоэпиляторе 956 я вам показала, есть все эти насадки для различных зон тела. В 950 есть только дополнительная насадка для лица. Всего две насадки для лица и для тела. Во всех наших эпиляторах ресурс лампы 250 тысяч вспышек, что мы сказали, вполне достаточно для того, чтобы женщина в течение 20 лет могла эффективно его использовать для эпиляции. Фотоэпиляторы 956 и 950 работают от аккумулятора. Заряжаются они в течение 100 минут, и 130 вспышек они могут выдать без подзарядки. То есть, если мне неудобно сидеть возле розетки, я могу выбрать любое другое удобное место и проводить там фотоэпиляцию без розетки. Также он работает и от блока питания. Если, к примеру, я не зарядила или мне не хватило выделенного количества вспышек, я могу подключить к сети и сделать эпиляцию, сделать или доделать эпиляцию в нужных участках. В фотоэпиляторе нет никаких дополнительных сменных частей. Здесь не нужно докупать или чего-то менять. То есть, то, что вы купили, его будет вполне достаточно для всех процедур. Также в этих фотоэпиляторах 956 и 950 есть технология Smart Skin, которая автоматически будет подбирать нужную интенсивность вспышки в зависимости от типа кожи. Также в фотоэпиляторах есть функция защиты от нежелательных вспышек. Если фотоэпилятор не прилегает к телу и я буду нажимать кнопку, то ничего не происходит. Вспышка, она только генерируется тогда, не знаю, видно вам, вот вспыхивает, когда фотоэпилятор плотно прилегает к телу, только тогда идет вспышка. Если к телу фотоэпилятор не прилегает, то никакой вспышки происходить не будет. Еще такой момент по поводу безопасности. Здесь есть встроенный датчик цвета кожи, который предотвратит вспышку, если кожа слишком темная. Вот, ну, к примеру, я вам могу показать на своей темной рубашке. Если я даже буду нажимать кнопочку, то фотоэпилятор видит, что это слишком темно и не дает никакой вспышки. Это сделано специально для безопасности, потому что девушка, да, может не отследить, что она в течение лета там слишком загорела и цвет кожи ее изменился, чтобы избежать ожогов. Сам фотоэпилятор, он предотвращает вспышки на темной кожу, на которой фотоэпиляция не предназначена, для которой фотоэпиляция не предназначена. Еще вам хочу сказать, ну, как бы несколько таких рекомендаций, которые вы также можете давать своим покупателям по поводу выбора необходимой интенсивности. Да, у нас есть модели фотоэпиляторов умных, которые сами подберут и подскажут, но есть ряд моделей, у которых нет этой функции. Как же женщинам, которые приобрели модель, например, 1994, как же им понять, на какой интенсивности им нужно делать фотоэпиляцию? В инструкции этот процесс очень подробно расписан. То есть рекомендуется женщине начать с минимального режима, и пробовать. То есть если у нее нет неприятных ощущений, то режим можно повысить. Но если я вижу, что кожа у меня светлая, понимаю, да, что кожа у меня светлая, значит, мне можно начать пробовать где-то с троечки. Я сделала одну вспышку, да, ощущений никаких нет. Я там могу добавить себе там на четверочке, опять ощущений нет, пятерочка, ощущений нет, прекрасно. Я делаю фотоэпиляцию себе на пятом режиме интенсивности. Но если я уже чувствую, что там на четверочке мне как-то аж стало очень тепло, то необходимо уменьшить интенсивность до троечки. То есть никаких во время фотоэпиляции, никаких неприятных ощущений на коже быть не должно. И мнение о том, просто некоторые тоже девочки делились своими ощущениями после фотоэпиляции, говорят, но оно же там печет, значит, наверное, лучше будет мне удалять волосы. Нет, печь ни в коем случае не должно из-за того, что печет, лучше удалять не будет. Фотоэпиляция, она должна быть комфортной, и все, что вы должны ощущать во время процедуры, это просто легкое такое, легкое тепло. Не более того, если вы, к примеру, подзагорели, вы помните, что там делали обычно на пятом режиме интенсивности, но потом немножко загорели и на пятом чувствуете, что как-то оно не то, уменьшайте режим и делайте на более-меншей интенсивности. Так, что же есть в фотоэпиляторах 19-94, которые не оснащены таким количеством функций, как наши премиум модели? Эти фотоэпиляторы, у них также есть технология SkinTone, то есть сенсор, который не дает вспышки сработать, если кожа слишком темная. То есть даже если самую простую модель вы поставите на очень темную кожу, то вспышка не будет работать, то есть такая защита есть во всех моделях наших фотоэпиляторов. Фотоэпиляторы 19-94, они подходят для четырех оттенков кожи, не для пяти, как предыдущие, то есть не подходят для темного и очень темного. Потому что если взять все оттенки кожи, то их шесть. Фотоэпиляторы Prestige 956-950, они подходят для пяти оттенков кожи, даже такой для темной кожи, но только не для очень черной. То 19-94, он подходит только для смуглой кожи, уже для более темной не подходит. А также эти фотоэпиляторы, как мы помним, эффективны для волос, в которых содержится меланин, для русых, черных, каштановых волос и не будет эффективных для блондинок, рыжих или седых девушек и женщин. Но, знаете, девушки, которые, чтобы тоже, знаете, не возник на недопонимание, мы говорим сейчас о натуральном цвете волос. Если девушка красит волосы, и она блондинка, потому что красит, ну, конечно же, ей не запрещено использовать фотоэпилятор. То есть мы смотрим на цвет тех волос, которые будем эпилировать. И на некоторых участках, даже если волосы у девушки на голове имеют более светлый оттенок, то в зонах бикини или там подмышечная зона волосы могут быть гораздо темнее. Как раз для этих темных волос фотоэпилятор даже очень хорошо подойдет. Есть встроенная система безопасности от случайных вспышек, то есть фотоэпилятор не будет включаться, если не прилегает плотно к телу. Только когда вы его уже зафиксируете, он полностью прилегает, тогда будет выдаваться вспышка. И этот эпилятор, он работает только от сети при подключении в сеть. Из опыта скажу, что шнур очень длинный фотоэпиляторах и сидеть, прям делать фотоэпиляцию возле розетки необходимости нет, можно сесть в любом удобном для вас кресле и проводить эту процедуру в комфортной позе, в удобной позе. Что касается модельного ряда, здесь вы видите фотоэпиляторы, которые есть не во всех сетях, тут также присутствуют эксклюзивы, например, Бирай 921, это модель, эксклюзивная модель Комфи, 1998 Эльдорадо, если не ошибаюсь, но все остальные три модели присутствуют, как правило, во всех сетях. В чем у них основное отличие? Если говорить про эпиляторы 956 и 950, они могут работать и от сети, и от аккумулятора, и у них есть дополнительные насадки для лица, а в 956 еще и для зоны бикини, подмышечной зоны. Если говорить про эпиляторы 921, 1998, 1994, то в этих эпиляторах также есть в 921 и 1998 насадки для фотоэпиляции на лице и на теле, и только 1994 идет без каких-либо дополнительных насадок. В комплекте только насадка для фотоэпиляции на теле. Собственно, эти сравнительные характеристики вы можете увидеть в наших каталогах или на обучающем портале в Академии в курсе фотоэпиляторы также есть эта подробная информация. Еще раз вам напоминаю, что с этого года у нас появилась дополнительная гарантия на фотоэпиляторы. При покупке фотоэпилятора в течение трех месяцев покупатель может зарегистрировать свой продукт на сайте Philips и получить один год дополнительной гарантии. Таким образом, на наших фотоэпиляторах мы имеем не только два года стандартной гарантии, но еще плюс один при условии регистрации на сайте. Еще вам расскажу про некоторые предостережения. То есть фотоэпилятор Philips Lumia подходит практически всем здоровым женщинам без каких-то сложных кожных заболеваний или других серьезных заболеваний. Но тем не менее это хоть прибор и бытовой, все-таки мы должны быть разумными и адекватно подходить к вопросу и изучать все те противопоказания, которые могут быть. К примеру, то, о чем мы говорили, что фотоэпиляторы неэффективны для рыжих, блондинов и седых волос и также они не подходят для фотоэпиляции на очень темной коже. Детям до 14 лет не рекомендуется использовать фотоэпилятор. После 14 лет при согласии, при присутствии или с помощью родителей это можно делать. Женщинам, которые имеют на теле очень много родинок или веснушек, также в этих зонах не рекомендуется делать фотоэпиляцию. Персинг и тату на теле. Но это имеется в виду, что на каком-то тренинге меня спрашивают, вот, а если у меня татуировка на животе, могу ли я делать фотоэпиляцию на ногах? Ну, конечно же, да. Мы говорим только о тех зонах, непосредственно, где есть татуировка или персинг. Эти зоны мы обходим. Во всех остальных участках мы можем прекрасно делать эпиляцию. Зоны с повышенной пигментацией, то есть это те участки, где кожа более темная, также мы обходим. В период беременности также не рекомендуется использовать фотоэпилятор по той простой причине, что исследования с участием беременных не проводились, поэтому мы в период женщины, которые беременны или в период кормления грудью, мы не рекомендуем использовать фотоэпилятор. И также фотоэпилятор не рекомендуется использовать до и после загара на солнце или в солярии. Если вы собираетесь завтра на пляж, то сегодня фотоэпиляцию делать не стоит. И то же самое, если вы хорошенечко позагорали подсолнечными лучами, то не стоит после этого в несколько дней делать фотоэпиляцию, стоит подождать, пока кожа отдохнет, успокоится и только потом проводить процедуру. Что еще хотела сказать? А, да, вот по поводу пребывания на солнце тоже есть такой стереотип, что летом фотоэпиляцию делать нельзя. Но летом это имеется ввиду, что если мы будем загорать или где-то ехать на отдых, лежать на пляже, пребывание на солнце в течение 10 минут, пока вы ждете маршрутку на работу, не является нахождением под прямыми солнечными лучами, то есть это не противопоказано. Имеется ввиду, что за несколько дней до процедуры фотоэпиляции или через несколько дней после процедуры нежелательно находиться продолжительными солнечными лучами, загорать на пляже продолжительное время. А во все остальное время можно себе прекрасно делать эти процедуры. Также еще, знаете, что вам не сказала про то, что перед использованием фотоэпилятора, когда женщина делает это первый раз, необходимо удалить волосы на теле. Почему? Потому что это может привести к неприятным ощущениям и даже ожогам, потому что от фото вспышки волоски, которые находятся на поверхности кожи, они сгорают. Ну, от этого есть неприятный запах, но и также неприятные ощущения на коже. Поэтому первые, перед первой процедурой волосы необходимо удалить, ну, любым удобным для вас способом, но кроме только депиляционных кремов, потому что депиляционный крем, он имеет очень сильный химический состав, ну, и потом может какие-то возникнуть нежелательные реакции на кожу. Поэтому перед первой фотоэпиляцией волосы желательно удалить, потом уже при последующих процедурах волоски перестают расти и их уже остается крайне мало, поэтому уже не будет у вас необходимости их удалять. Собственно, свою часть я вам раскрыла. Вторая часть у нас, как вы помните, ответы дерматолога на те вопросы, которые волнуют вас и ваших покупателей. Перед тем, как пригласить сюда Оксану Клименко, нашего дерматолога, я предлагаю вам посмотреть ролик, где вы еще раз прослушаете процедуру фотоэпиляции и также ответить на два вопроса, которые мы для вас подготовили, чтобы мы поняли, насколько внимательно вы наслушали, насколько понятны были вам моя презентация по фотоэпиляторам. Вы справа от чата увидите такой опросник, где будут появляться вопросы. Вопросов, напоминаю, будет два. Вы читаете внимательно вопрос и выбираете на ваше мнение правильный ответ. Ну и также параллельно посмотрите ролик. После этой небольшой паузы мы к вам вернемся, то есть вернется Оксана Клименко, дерматолог, онколог, который ответит на все ваши вопросы касательно фотоэпиляции. Революция фотоэпиляции. Фотоэпилятор Lumea от Philips, створенный для найбільш эффективной и быстрой фотоэпиляции. Безпечный вплив деликатных светлых импульсов запобегает повторному росту волосся уже за три процедури. Инновационные вигнутые насадки без боли та подразнень забезпечать максимальный эффект в зоні бикині, пахв, на нижках та обличчі. До шести місяців бездоганно гладенької шкіри без волосся. Innovation and you Philips. Доброго дня, мене звати Оксана Клименко, я лікар-дерматовенеролог вищої категорії, а також лікар-онколог. Сьогодні я буду відповідати на питання, які ви мені задавали на сторінці Philips у Фейсбуці. Що таке фотоепіляція і як вона працює? Фотоепіляція це безпечна і в той же час ефективна процедура з видалення волосся. В основі роботи фотоепілятора лежить технологія IPL. Це технологія інтенсивного світлового імпульсу. Працює вона на основі світлових спалахів, які діють на пігмент меланін, що знаходиться в волосяному фолікулі. За рахунок цього волосяний фолікул переходить у фазу сну. Після декількох таких процедур волося випадає природним чином, а їх повторний ріст припиняється. Як часто потрібно робити фотоепіляцію? В середньому перші чотири процедури треба робити з інтервалом один раз в два тижні. Після перших трьох процедур ви вже можете помітити видимі результати. На тих ділянках, що ви обробляли, вже будуть ділянки з відсутністю волосся. Наступні сеанси фотоепіляції допоможуть позбутися волосся, що залишилося. Ефект від епіляції може тривати до шести місяців. Проте назавжди прибрати волосся не вдасться, тому що немає ніякої дії на гормональну систему, яка відповідає за ріст волосся. Тому періодично потрібно буде проводити профілактичну процедуру. Добрий день, мене звати Оксана Клименко, я лікар-онколог, я лікар-дерматовенеролог вищої категорії. Сьогодні я буду відповідати на ті питання, які ви поставили щодо фотоепіляції домашньої. І так, перше питання, як впливає фотоепілятор на організм, чи він є повністю безпечним, чи не викликає шкірних захворювань. За дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, навіть професійні фотоепілятори, які пройшли акредитацію там, вони є повністю безпечними, вони не призводять ні до яких захворювань, в тому числі до онкологічних, не було виявлено ніякого зв'язку. Домашні фотоепілятори, вони ще більш безпечні, тому що там менша потужність променю, тому вони не приводять ні до яких хвороб. До хвороб шкіри теж не приводять. Хочу наголосити, що промінь фотоепілятора, він проникає в шкіру до 4 міліметрів. Це та глибина, там, де залягає волосяна цибулина. Глибше промінь не проникає, тому не можна сказати, що фотоепілятор якось може пошкодити, нашкодити нашому організму чи внутрішнім органам. Він діє тільки на рівні шкіри, на рівні епідермісу, на рівні дерми, там, де є волосяна цибулина. Наступне питання. У чому відмінність професійної фотоепіляції в салоні і домашньої фотоепіляції? Відмінність тільки в потужності апаратури. У салонних фотоепіляторів потужність вища, тому може знадобитись, можливо, менша кількість сеансів для отримання ефекту, але з іншого боку, побічні дії, які можуть виникнути при професійній фотоепіляції, вони будуть більші, ніж при використанні домашнього фотоепілятора, там, де потужність нижча. Яка епіляція ефективніша і безпечніша? Лазерна чи фотоепіляція? Це вже на розсуд клієнта, яка йому більше подобається і лазерна епіляція ефективна, і фотоепіляція ефективна, і безпечна, якщо правильно обирати параметри, і лазерна епіляція, і фотоепіляція, вони безпечні. Але якщо у пацієнтів, наприклад, якісь світле волосся або дуже темний фототип шкіри, тоді, можливо, лазерна епіляція буде більш доречніша. Щодо безпечності, при фотоепіляції там є такий пункт, це апарат, якщо домашній фотоепілятор, він лише ваш, він індивідуальний, тому вирогідність заразитися якимось шкірними хворобами, вона знижується або зводиться на нівець, тобто ви не можете заразитися чимось. З цього приводу домашня фотоепіляція, вона безпечна. Чи можна використовувати фотоепілятор, якщо кілька років тому клієнт лікував онкологічне захворювання? Якщо це було онкологічне захворювання якихось внутрішніх органів, то треба дочекатися півроку, рік, в залежності від захворювання, від терапії, яка проводилась, що пройшло близько року, після хіміотерапії, після променевої терапії і потім можна використовувати фотоепіляцію. У період лікування це не рекомендовано, тому що чутливість шкіри підвищується і підвищується, можуть підвищуватись виникнення небажаних ефектів. Якщо це стосується злоякісних хвороб шкіри, якщо вони проліковані, фотоепіляцію теж використовувати можна, але треба буде обходити ці ділянки, шкіри, на яких була пухлина. Чому при цукровому діабеті і при варікозі протипоказано користуватись фотоепілятором? При тих захворюваннях, які ведуть до порушення судин, до яких відноситься і цукровий діабет, і варікозне розширення вен, і деякі інші захворювання, чутливість нервових закінчень підвищується, що веде підвищення чутливості шкіри, тому фотоепіляція буде більш болючіша, можуть виникнути опіки. Що я хочу сказати, що при цих захворюваннях судинних, там погіршується кровопостачання шкіри, в тому числі кровопостачання волосяних цибулин, і тому насправді при цих захворюваннях іде гіпотрихоз, тобто випадіння волося, порічення волося, і проблеми гіпертрихозу або підвищеного волосіння у таких пацієнтів не повинно виникати. Ми, дерматологи, навпаки, якщо бачимо на гомілках у жінок або у чоловіків відсутність або порічення волося, ми розуміємо, що там є якісь судинні проблеми, або цукровий діабет або варікозне розширення або якийсь там ендертаріид. Тобто проблем не буває у таких пацієнтів, вони не бажають використовувати фотоепілятори. Але треба обережно, якщо ці захворювання є, треба обережно, щоб не було побічної дії. Чому фотоепілятор не рекомендується використовувати вагітним? На вагітних, на жінках, які в періоді лактації дослідження фотоепіляторів не були проведені. Тому ми не рекомендуємо використовувати таким категоріям пацієнтів ці засоби. Можна використовувати після закінчення лактації. Хочу наголосити, що шкоди для дитини, для плода не буде. Може бути із-за порушеного гормонального і зміненого гормонального фону можуть виникати гіперпігментації. Не у всіх пацієнтів, але таке може бути. Чи є протипоказання людям, у яких проблеми зі щитоподібною залозою? У пацієнтів із хворобами щитоподібної залози можуть бути порушений гормональний фон, який може приводити до підвищеного оволосіння, а також до підвищення вирогідності утворення гіперпігментації. Тому треба обов'язково порадити зі своїм ендокринологом щодо лікування. Якщо пацієнт знаходиться на лікуванні препаратами і за згоди ендокринолога, який його лікує, то користуватись можна. Знову ж таки, на проєкції щитоподібної залози це краще не робити. Чи можна користуватися приладом, якщо є кісти в яєчниках і доброякісна пухлина в грудях. Будь-яка маніпуляція, яка супроводжується виділенням тепла, на будь-яких пухлинах вона протипоказана. Але знову ж таки, хочу наголосити, нагадати, що фотоепілятор, він працює тільки на межі епідермісу і дерми. Глибже промінь не проникає. Тому, якщо є якісь пухлини доброякісні в яєчниках або в молочній залозі, обходимо ті ділянки, на інших ділянках шкіри проблем не буде. Промінь діє тільки на межі дерми. Дальше він не проникає. При яких захворюваннях заборонено використання фотоепіляції? Фотоепілятором не можна користуватись хворим з психічними розладами, не можна користуватись при якихось гострих станах, які супроводжуються підвищенням температури. Не можна користуватись при таких станах, які називаються фотодерматози. Це є такі шкірні хвороби, при яких підвищена вирогідність, отримання опіків від променів, отримання гіперпігментації. При таких захворюваннях краще не проводити. Якщо є схильність до появи алергічних дерматитів, чи можна застосовувати фотоепілятор. В періоди загострення краще не користуватись фотоепілятором, тому що ніякі процедури активні, не показані в таких станах. В період ремісії можна це проводити. Хочу з вами поділитися такою інформацією. У фотоепіляторах, у домашніх, у професійних, там використовується технологія IPL. Ця технологія також використовується не тільки у фотоепіляторах, а також в спеціальних приладах, які лікують пацієнтів з псоріазом, наприклад, з акне, з іншими шкірними хворобами. Тобто ця технологія, вона не може нашкодити пацієнтам і не може викликати ніяке шкірне захворювання. Навпаки, ця технологія призначена навіть для лікування шкірних хвороб. Це я сказала не для того, щоб фотоепіляторами лікували шкірні хвороби. Я просто озвучую, що є такі прилади з технологією IPL, які лікують шкірні хвороби. Чи можна використовувати фотоепілятор на обличчі жінки, якщо його поява пов'язана з гормональним збоєм? Використовувати можна, але треба, щоб жінка паралельно проходила лікування у ендокринолога, який би виявив причину гіпертрихозу, тобто підвищеного оволосіння, і паралельно лікував. Якщо жінка в цей час буде проводити фотоепіляцію, для таких станів, можливо, знадобиться більша кількість процедур, але все одно ефект буде. Хочу сказати більше, якщо жінка проводить фотоепіляцію і вона бачить ефект від фотоепіляції, лікування основного захворювання може піти швидше. Чому так буває? Тому що у жінки буде покращуватись настрій, а це дуже впливає на гормональний фон, буде знижуватись рівень тестостерону, рівень інших андрогенів, вони не будуть так впливати на волосяну цибулину, не будуть стимулювати рост, і тому лікування буде проходити швидше. Тому користуватись можна. Чи можна використовувати фотоепілятор на маленьких плоских родимках? Як довго треба спостерігати, якщо спалах потрапив на родимку і та змінила колір? Як обезпечити родинки під час фотоепіляції? Фотоепіляцію краще не використовувати ні на маленьких, ні на великих родимках. Такі місця треба або обходити, якщо це стосується великих якихось родимок, або можна замальовувати олівцем матовим білого кольору маленькі якісь родимки для того, щоб промінь не попадав. Тому що я вам хочу наголосити ще раз, що промінь, він поширюється по меланіну, по меланіну волосся. Родимки це теж скупчення меланіну і буде опік. Тому треба їх обходити або замальовувати, щоб апарат не бачив цю родимку. Якщо все-таки попав спалах на родимку, то треба звернутися до дерматолога або до дерматоонколога, щоб попередити якісь наслідки небажані. З практики, з приводу родину, хочу сказати, що у багатьох пацієнтів, які користуються фотоепіляцією, у них зникають маленькі небуси, вони на це не звертають увагу, але вони вже потім постфактум приходять і кажуть, ви знаєте, в мене там була і там родимка була на гумілці, і там і там маленькі, але вони зараз зникли. Тобто, таке теж може бути, це не є великою проблемою, але краще не експериментувати і не видаляти собі таким чином родимки. Чому не можна використовувати фотоепілятор на обличчі без додаткових насадок при мінімальній його інтенсивності? На обличчі шкіра більш чутлива, тому для цієї ділянки є спеціальні насадки, в яких є додатковий фільтр для того, щоб інтенсивність спалаху була менша, для того, щоб не пошкодити таку чутливу шкіру. Я клініцист, я вам хочу сказати, що шкіра обличчя це та шкіра, це та ділянка, яка знаходиться завжди і більшу частину часу під сонячними промінями, тому вона більш чутлива, ніж інші ділянки, тому для цієї ділянки, для ділянки обличчя потрібно використовувати спеціальні все-таки насадки, щоб зменшити інтенсивність спалаху і уникати якихось побічних ефектів. Чому на різних ділянках тіла результати фотоепілятора проявляються по-різному? На ногах волосся немає, в зоні пах ростуть, як до состування. На різних ділянках волосся має різну товщину, різне зафарбовування, воно може бути різного кольору, різну жорсткість, також різну глибину залягання волосяних цибулин. Тому ефект буде різним і не потрібно очікувати одного і того самого ефекту на різних ділянках. Мало того, треба ще регулювати інтенсивність спалаху на різних ділянках різну. Якщо гомілкі, засмаглі, мають більш темний колір, там виставляється менша інтенсивність. Якщо це ділянка лобок, наприклад, там, де біла шкіра, інтенсивність можна збільшувати, щоб був досягнутий ефект. Ефективність в різних ділянках різна і це нормально. Треба просто застосовувати різні інтенсивності і по можливості різні насадки для різних ділянок. Чи буде ефективним фотоепілятор, якщо раніше була зроблена лазерна епіляція? Після лазерної епіляції фотоепіляцію можна робити десь через місяць. Так вона буде ефективна. Але хочу попередити, якщо після лазерної епіляції волосся витончене або світле, без кольору, тоді краще не робити, тому що ефекту не буде. Якщо волосся має колір, можна робити фотоепіляцію в звичному режимі. З якого віку можна користуватися фотоепілятором? Фотоепілятор можна використовувати з 18 років, тому що при меншому віці не було проведено досліджень, але під доглядом, під наглядом дорослих або з допомогою дорослих можна користуватися дітям з 15 років. До 18 під наглядом дорослих, з 18 вже самостійно. З практики користуються навіть раніше, із 12 років, 12-13 і так далі, користуються під наглядом дорослих, побічної дії нема. Знову ж таки, фотоепілятор не діє загалом на весь організм, він діє тільки на рівні шкіри, тобто на глибині до 4 міліметрів. Дальшим промінь не проникає. З якого періоду можна починати користуватись фотоепілятором після вагітності. Якщо жінка годує груддю, тобто вона знаходиться в періоді лактації, треба перечекати цей період і вже після закінчення лактації можна користуватись фотоепілятором. Для жінок у періоді вагітності та лактації клінічні випробування не були проведені, тому виробник не рекомендує таким категоріям користуватись. Я із власного досвіду можу сказати, що приходять такі жінки, які вже стали мамами, які годують дитинку, але вони кажуть, я вже стомилась, я вже не можу збривати те волосся, хочу користуватись фотоепілятором. Можна це робити чи не можна? Я їм розказую, так як і вам, що виробник не рекомендує, але якщо дуже сильно хочеться, ви можете спробувати на якісь маленькі ділянці, якщо там нема пігментації, нема ніяких проявів негативних, будь ласка, користуйтесь, підвищуйте собі настрій, позбавляйтесь від зайвого волосся. Наскільки глибокі бікіні можна обробляти фотоепілятором? Що стосується зони бікіні, потрібно використовувати спеціальні насадки для таких ділянок, які мають прозорий фільтр, що дозволяє збільшити потужність апарату, бо там більш жорстке волосся. Це більше підходить до ділянки лобка. Якщо це стосується статевих губ, це може бути болюча маніпуляція, тому можна знижати інтенсивність обробки, щоб не було таких негативних відчуттів. Слизові обробляти не можна, там, де шкіра, волосся на шкірі, обробляти можна. Чи можна чоловікам користуватись фотоепілятором філіпс в інтимних зонах на обличчі і інших ділянках? Чи є якась різниця у фотоепіляції для чоловіків і жінок? Хочу сказати про те, що у чоловіків і у жінок різний гормональний фон, і у чоловіків волосся росте більш інтенсивно, і більш інтенсивно на нього впливають гормони чоловічі. Тому, щоб зробити епіляцію, потрібна більша кількість процедур. Волосся у чоловіків більш темне, більш жорстке, воно глибже залягає. Цей фотоепілятор, він призначений для використання жінками, але чоловіки ним теж користуються, теж досягають ефекту. Що хочу сказати, що чоловікам процедура задоволення не доставляє, тому що це болюча процедура, бо у чоловіків знову ж таки волосся більш темне, більш жорстке і більш глибоко залягає, тому це буде болюча процедура. Але якщо дуже сильно хочеться, позбутиться волосся, наприклад, там на спині, на грудях, можна все робити. На обличчі не рекомендовано, в інтимних білянках теж чоловікам не рекомендовано і за різниці у товщині волосся і в гормональній дії на волосся. Чи впливає спалах на сітківку очей, якщо проводити фотоепіляцію на обличчя або дивитись на спалах? У фотоепіляторах Philips вони так сконструйовані, що сам спалах неможливий, якщо щільно не притискати насадку до шкіри. Спалах можливий тільки тоді, коли щільно притискається апарат і тільки тоді буде спалах. Те світло, яке ми бачимо, коли робимо фотоепіляцію, воно не приводить ні до якої шкоди для сітківки, для нашого ока. Саме тому не потребуються ніякі додаткові засоби захисту, ніякі окуляри захисні. Це можна робити спокійно в домашніх умовах, але рекомендується робити в освітленій кімнаті, щоб не було великого контрасту між спалахом і між освітленням кімнати. Тоді не буде якогось стресу для очей. Це безпечно. Від чого з'являється печіння на шкіри, якщо робити неправильну, вибрати неправильну інтенсивність? Чи є ризик отримати опік? Що хочу сказати? Якщо сильно постаратись, так, можна отримати, але робити цього не потрібно. Потрібно вибирати правильну інтенсивність, треба слівкувати, щоб все було по інструкції. А печіння може виникати, якщо інтенсивність збільшити, якщо вона буде непідходяща до цієї ділянки, на якій ви робите фотоепіляцію. Це може бути від того, що промінь, він поширюється по меланіну, який є у волосі, але меланін також є у шкірі. І якщо, наприклад, робити фотоепіляцію зразу після відпочинку, після отримання засмаги свіжої, тоді так, можна отримати опік, тому що меланін, який є в шкірі, він реагує на цей промінь і може бути опік, тому треба дотримуватись інструкції з використання. наскільки небезпечно, якщо двіючі обробити одну і ту ж саму зону випадково. Так, як не завжди, можна поконтролювати, де вже зробили, де ні. Ну, знову ж таки, як я вже розповідала, якщо це робити в добре освітленому помешканні, щоб не було стресу і для ока, тоді ви побачите, які ділянки обробили, а які не обробили. Ті пацієнти, які обробляють двічі одну саму ділянку, ну, насправді, нема там ніякої такої дуже великої небезпеки, бо я сама обробляла одну і ту саму ділянку двічі, нічого страшного не виникло. Краще це не робити, щоб не збільшувати вирогідність отримання опіку. Краще обробляти по чергам ділянки. Чи може залишити фотоепілятор опіки схожі до опіків після солярію? Таких опіків не буде, як опіки після солярію або опіки, які можуть бути після професійного якогось обладнання, тому що все-таки це обладнання домашні, для домашнього використання. Але ж, знову-таки, якщо не дотримуватись інструкції, все може бути, можуть бути опіки, треба прочитати інструкцію, треба використовувати насадки, які підходять до відповідних ділянок шкіри, і тоді все буде добре. І ви отримаєте радість від здорової гладенької шкіри. Дякую за увагу. І знову я з вами. Оксана Клименко, наш дерматолог, надіюсь, відповідала на все те вопросы, які вас волнували. В чаті я увидела, що є також нескільки ще вопросів, які відповідальні, на неї відповідальні, я отвечу на которые не отвечу потом можно будет мы сможем ответить в письменном виде и также я через ваших региональных менеджеров или тренеров перешлю ответы оксаны клеменко на те вопросы которые были для того чтобы вы еще раз могли их если что-то не не услышали или недопоняли еще раз ознакомиться прочитать еще хочу вам дать такую рекомендацию если вы что-то подзабыли или вас появился вопрос а вы не знаете ответа посмотрите инструкцию инструкция фотоэпилятора она очень подробно и обширная там указано большинство тех ответов которые про которые сегодня говорила оксана клеменко поэтому когда если ваши покупатели также возникнут вопросы на которые они не будут знать ответ вы или они сами можно зайти на сайт скачать инструкцию прочитать там очень подробно написано и о заболеваниях и каких-то рисках и обо всем том о чем мы сегодня говорили также можно еще посмотреть и в инструкции ну конечно же нет не обо всем потому что есть некоторые такие уникальные вопросы на которые оксана сегодня ответила и так какие вопросы успела прочитать я из вашего чата на которые хочу сейчас ответить был вопрос по поводу счетчиков вспышек да прикольно конечно функция но не супер необходимое фотоэпиляторе как как вопрос звучит так как узнать оставшееся количество вспышек если нет счетчика на самом деле вам узнавать его и не надо так как фотоэпилятор вам достаточно знать то что фотоэпилятор это прибор индивидуального пользования который рассчитан на использование одним человеком для полного курса избавления от волос если вам хочется посчитать можно сделать это следующим образом так как я вам уже говорила как считала это я то есть просто посчитать примерное количество вспышек которые вы тратите на одну процедуру и потом 250 тысяч разделить на это количество вспышек и вы узнаете количество процедур которую вы можете сделать этим фотоэпилятором например если мы говорили там про 500 да вот возьмем даже вот 500 вспышек за один сеанс но это прям очень много потому что насколько я помню я вот где-то подсчитала там около 300 250 разделив на 500 мы получаем 500 сеансов чтобы сделать 500 сеансов ну вот девушки с моими габаритами ну это надо очень много лет даже больше чем 20 ну вот поэтому исходя из этой логики можно просто понять на сколько сеанса у вас там осталось на сколько сеансов его еще вам хватит было несколько вопросов надеюсь я ответила на то что необходимости особой в счетчике нет если вы одна пользуетесь этим прибором было много вопросов про приложения до на сайте вы могли видеть что к некоторым нашим моделям фотоэпиляторов есть приложение но они не не работают в украине меня не работают это приложение она глобально есть и в этом году вот с прошлого года его начали адаптировать для запуска в украине и в этом году я думаю что может быть даже уже там к середине или ну сто процентов концу года мы вам сообщим о том что это приложение адаптирована и работает в украине то есть мы работаем над его адаптация над его внедрением, поэтому в самое ближайшее время оно появится и у нас, да, а на данный момент оно, к сожалению, пока не работает, не адаптировано. Насадки можно ли использовать, был также вопрос, можно ли использовать обычную насадку для тела, для всех остальных зон, и есть ли необходимость, ну, почему нужно только специальные насадки, там, использовать для зоны бикини, а не насадку, там, для тела. Об этом несколько раз говорила и Оксана Клименко, и я еще раз скажу, что специальные насадки, они адаптированы к тому типу волос, для которого предназначены. На разных участках тела у нас растут разные волосы, разная их глубина залегания, и для того, чтобы добиться максимального эффекта, максимально быстрого эффекта, существуют эти насадки. То есть это не значит, что я обычным 19-94 фотоэпилятором не могу обрабатывать зону подмышек или зону бикини. Я могу это делать, я это делаю, просто, как бы, эффективность и скорость наступления эффекта, она будет немножко другая. Так как, если вы помните цифры из моей презентации, то эффект после использования фотоэпиляторов 956-950, у тех, у которых есть специальные насадки, он наступает гораздо быстрее, да, уже через три процедуры. И полгода мы можем не возвращаться после пройдения всего курса, можем забыть о росте волос на целых полгода. Если мы говорим про другие модели, где нет специальных насадок, то для того, чтобы эффект наступил, вам понадобится больше сеансов, и волосы будут отрастать быстрее, потому что нет вот этих специальных фильтров, специальной интенсивности, которая подходит именно для этих участков. Ну, а использовать одной насадкой для тела, использовать для разных участков, конечно, вы можете, ну, кроме лица. Про лицо подробно Оксана вам рассказала. Так, а, и еще был у вас вопрос про 858-й эпилятор, где написано, что его можно использовать для лица, и тогда у многих из вас возник вопрос, почему же другие фотоэпиляторы нельзя использовать без насадок для специальных насадок для лица. На самом деле там тонкость оказалось в чем? Мы когда начали разбираться, на самом деле 858-й фотоэпилятор, его нельзя использовать для эпиляции, для фотоэпиляции на лице. Там просто неправильный перевод. Если найти, посмотреть первую изначальную англоязычную инструкцию, там написано, что фотоэпилятор предназначен для всех зон ниже шеи. Но перевод той инструкции, которую читали вы, ниже скул. Поэтому получается, что волосы там на подбородке, над верхней губой фотоэпилировать можно. Но на самом деле это как бы тонкости перевода, из-за этого вышло недоразумение. Этот фотоэпилятор не рекомендуют использовать на лице. И скажу вам больше, 858-я модель фотоэпилятора, она была в очень ограниченном количестве и была, это была одноразовая акция. Эти фотоэпиляторы заехали к вам, вы их практически уже все продали, их мало где осталось. Их уже больше не будет, поэтому мы просто про них уже можем забыть и этот вопрос не очень актуален. Надеюсь, наш сегодняшний вебинар был для вас полезен. Вы узнали много нового, кто-то возобновил в памяти эту информацию. Вы услышали ответы от специалиста на волнующие вас вопросы, на волнующие ваших покупателей вопросы. И как мы видели, эти же вопросы волнуют также тех женщин, которые задумываются о покупке фотоэпилятора. Надеюсь, эта информация, даже я уверена, что эта информация поможет вам быть уверенными, компетентными консультантами в точках, которые вы теперь сможете подробно рассказать всем интересующимся, ответить на все вопросы, которые у них будут и более участие количество продаж фотоэпиляторов. То есть я думаю, что вам будет делать это гораздо легче. А еще вам делать это будет гораздо легче благодаря нашему промо-плану, нашим промо и акциям, которые сейчас действуют в этой категории, в категории красоты. Потому что конец зимы и начало весны это традиционная категория женской красоты. И в этой категории у нас много всего интересного для покупателей и для вас в том числе. Например, с этой недели у нас стартовала акция минус 50 на второй товар из категории бьюти и зубные щетки. То есть сейчас фотоэпилятор вы можете легко предлагать вторым товаром или первым товаром еще, а вторым то, что хотел покупатель. То есть продавать приборы для красоты в этот период, ну прям должно вам быть очень-очень легко. К тому же на некоторые модели фотоэпиляторов Lumea у нас еще есть и скидки, дополнительные скидки, что также привлекает женщин задуматься о покупке этих приборов. Ну и конечно же мы помним о вас. И эта категория фотоэпиляторов, она в кэшбэке. За продажу любого фотоэпилятора вы получаете дополнительную сумму денег к вашей зарплате, что позволяет вам с удовольствием продавать фотоэпиляторы и еще на этом очень хорошо зарабатывать. И также мы помним о том, что категория фотоэпиляторов это категория чемпионов, является очень важной, приоритетной категорией для продажи и для того, чтобы мы зарабатывали с этих категорий очень много денег. На этом наш вебинар подходит к концу. Мы для вас очень старались раскрыть все, подробно раскрыть те вопросы, которые у вас были. Если я еще раз пересмотрю более подробно чат, для того, чтобы увидеть, может быть, еще какие-то вопросы от вас появились, обязательно в письменном виде мы дадим на них все ответы. Я благодарна всем вам, кто присутствовал от начала и особенно до конца на нашем вебинаре. Хочу сказать, что у нас очень большое количество посетителей, целых 240 человек в начале было, даже 244 промоутера сотрудника Philips присоединились к нашему вебинару. Также хочу сказать вам спасибо и похвалить за то, что вы внимательно слушали и практически все правильно ответили на вопросы, которые были про фотоэпиляторы. И последнее, о чем вас попрошу, это оценить наш вебинар. Справа от чата вы видите опытования, там звездочки. Пожалуйста, поставьте ту оценку, которую вы хотите за наш сегодняшний вебинар, чтобы мы понимали ваши впечатления и вашу удовлетворенность нашей работой. На этом я вам говорю еще раз спасибо и до свидания. И классных вам продаж фотоэпиляторов.